Мы с вами создали уже огромное множество самого разного оружия, и со временем оружия останется только больше, но и враги не отстают, потому что они тоже становятся всё мощнее, обладают новыми стихиями, и также новые локации мы с вами тоже открываем. Игрушки под названием Jack Smith, с вами как обычно Кристалл, и мы продолжаем! Ну и до времени у меня уже идёт серьёзное производство, сейчас как раз таки будет у нас новый щит, круглый, который только недавно появился, и его я сделаю кристальным, как и новую булаву, которая сейчас подъедет. Что-то ещё один чувак, что вы на булавы-то сегодня заказ не даёте? Так неинтересно, блин, булавы больше всего крафтятся, и у них не та стихия, которая мне нужна. Так, ладно, придётся делать их все кристальные, потому что иначе прочности, как мне кажется, не хватит, просто банально, некоторых врагов. Так, что у нас там по плавке, здесь уже нормально, сейчас чуть-чуть допеку, и начну выливать форму, так, давай-давай-давай-давай, сейчас чутка более активно начинаю выливать всё это добро, до этого более аккуратно, сейчас более, скажем так, поспешно делаю, Ну, вроде как, не косячу, самое главное, что не косячу, и норм. Так, новый щит подъехал, сейчас до него тоже доберёмся, надо посмотреть, правда, эти детальки новые у нас, потому что на щит у меня, вроде как, нет ничего связанного с ветром, поэтому нужно посмотреть детали. Так, это у нас получается шилдс, либо краску, либо что-то типа того, на ветер надо, либо на камень. Так, вот есть знак, на ветер есть на камень, по идее, тот и тот мне надо, поэтому оба покупаем, оба реализуем, как раз-таки в этом уже за миссием. Так, давайте щит тогда доделывать. Так, на удачу можно краску намазюкать, блин, правда, я не особо знаком с круглыми щитами, в плане того, как их надо рисовать, но, в принципе, принцип тот же использую, что и в прошлый раз, и, в общем-то, я весь щит закрасил идеально. Так, у нас дальше пойдёт это на воздух или же на моло, давайте воздух, наверное. Так, здесь у нас разметка примерно понятна где, да? Так, хопа, перфект, готово. Ну, клёвый щит получился, по-моему, вообще красивый. 100% первый щит, щит Капитана Америки какой-то, блин, даже. А, близко, немножко напоминаю, точнее. Так, дальше у нас снова идёт тот же самый круглый щит, потому что здесь круглые щиты больше всего нам пойдут. Так, быстренько тогда его плавим, получается, и начнём создавать следующую форму. Как раз-таки моло Тора на нём этот будет, и он будет у нас на камень тогда идти. И щиты сейчас быстрее всего. Круглые щиты создавать очень легко, на самом-то деле. Если так посмотреть, по сравнению с остальными щитами, которые тут угольные, там гораздо сложнее. Мне это гораздо проще. Так, краска у нас стандартная тогда пойдёт. Хопа, поехали, пошли. Сейчас мы с вами его закрасим. Так, надеюсь, что успею закрасить полностью. Так, всё, полностью закрасил. А дальше молот ставим мы с вами. Так, здесь, правда, непонятно где середина немного, но надеюсь, что я... Ну, осом тоже нормально. Главное, что вообще осом, а не просто great или там bad вообще какой-нибудь. Так, окей, и всё, здесь всё создано, да? Так, да, получается только мейсы надо доделать. Ну, мейсы, конечно, делать это та ещё возня. Я их быстро всё ещё не могу делать, хотя, по идее, я уже примерно понимаю, как надо их создавать. Но всё равно с ними буду косячить, если буду торопиться. Вот, смотрите, я сейчас уже поторопился, и схема, по идее, уже поехала немного. Поэтому лучше всё же сначала боковые все сделать, потом к центральной переходить части. Потому что сейчас вот будет кривовато и немного оружием. Хотя, может быть, и, в принципе, норм. Фиг его знает. Зато можно, конечно, больше гемов заработать. Это вот поэтому стоит немножечко торопиться. Так, у нас есть что-нибудь на воздух? Есть на камень? Есть на воздух? Так, ну ладно, давайте камень тогда сделаем. Так, сюда. Готово. Так, дальше у нас идёт на лёд. Лёд мне не надо. Всё остальное идёт на луну, поэтому бесполезно. Делаем просто стандартные ручки. Так, да, на всех булавах, потому что там дальше ничего интересного уже и не будет. Так, здесь шипастую ставим вот такую. Готово. Перфект. Ну, нормальная булава получается. На воду. Правда, в основном она, потому что булава сама по себе на воду идёт. И это немного грустно. С этой игрой у меня всё же не плавится один щит. Мне надо как бы ещё один щит создать, получается. Так, с этим оружием уже косячить не буду. Как-никак мне хочется создать кристальную булаву, хотя бы близкую к 100%. Поэтому будем создавать обязательно сами её хорошую такую. Так, сюда. Так, готово. Ну, почти что 100% конечно будет. И, наверное, 99% я думаю, как обычно, потому что я по-другому в принципе не могу. В основном 99% и выбивается. Какая-то кривизна всё равно в ней присутствует. Так. И дальше идёт у нас снова каменная. Так, сюда. Готово. Так, у нас получается такую ручку кидаем. Стандартная, правда. Немножко бесит, что... Ой, ё-моё, как я плохо кинул ручку. Так, окей, что у нас там? На ветер что-нибудь есть? Нет, на ветер ничего нет. Тогда треуголку вот эту поставлю. Готово, перфект. Ну, почти идеальную ручку сделал. Нормально. Тоже сойдёт. Так, 10 мейсов создал. И 96% по-моему у нас всего остального. Так, у нас ещё одна булава и ещё один щит получается стоит. Так, здесь тоже у нас заказ на кристальную булаву. Поэтому сейчас её с вами отфигачим. Блин, насколько же её долго создавать всё время, эту булаву. Так. Почему нельзя это как-то более автоматизировать, а? Типа нанять себе напарника, который бы это делал. У меня же есть пёс, который с нами в команде. Почему я не могу им искать, чтобы он вбивал эти штуки? Там всё равно же надо по схеме их фигачить. Не какой-то там супер навык кузнеца надо придумывать, а просто по схеме их долбануть. Так, окей. Здесь готово, кстати говоря. По-моему, я её захендлил на 100%, потому что выглядит она прям хорошо. В плане сборки. Так, может быть, ну, осом всё уже налажался 100%. Хотел 100-100-100 выбить на деле. Сейчас пойдёт хрен знает как. Так, ладно. Огонь и вода нам не нужны. Так, ой, здесь стандартная тогда идёт. Там остальная в заметке стоит, поэтому я её не буду трогать. Так, готова ещё одна булавая. Последний остаётся щит за констрактить у нас. И всё. Так, щит, щит, щит. Стоит у меня последний чувак в ожидании того, когда я ему скрафчу. Так, круглый щит пойдёт. Стальной пускай у нас будет. Ну и всё, сейчас его доплавим и пойдём уже драться. Ну всё, готов последний щит. 99 констракт. Что-то, блин, хотел 100% щит сделать, но да ладно. Так, что у нас бонус? 36. Ну я, в принципе, 37-36 всегда получаю. А ниже 36, это где-то, значит, я промедлил, если. Так, ну оружие всё крутое. Всё прям хорошо должно в этот раз заходить. И враги должны, вроде как, быть повержены в этот раз. Надеюсь, что это действительно так и будет. Так, 150 врагов уже победили. Нифига себе, мы неплохо идём, так с вами скажу я. Так, используем всё, что есть. Потому что до огненного врага ещё далеко. Так что можно фигачить всеми стихиями. Аж чем... Что мы будем делать сейчас практически нон-стопом. Пока не найдём до следующего огненного врага, который стоит вон там уже. Так, всё здесь собрал. Здесь дособираем. Так, у нас враг снова обычный. Точнее, ветряной. Поэтому мы ничего не используем против него. Так, хилочку держите, ребята. Хилку лучше сразу же использовать. Потому что потом... Ой, блин, зачем я огненный снаряд кинул? Заговорился с вами. Заговорился, как обычно. Но бывает, ничего страшного. Думаю, что и с этим... Хотя, стоп, почему-то вообще был огненный. Я что-то не помню в списке вообще огненного врага, на самом деле. Ну да ладно, они сейчас его будут долго калашматить. Потому что на огненного врага у меня ничего нет. Ни одного буста получается. Так. Так, это мы сюда. Это хилка. Фаербол уже можно кидать. Поэтому что без разницы абсолютно так. Потому что дальше огненных врагов уже и нет. И, ребята, если вам нравится данная игрушка, вам хочется марафонов по ней увидеть ещё больше, то лайк обязательно поставь. Так как если наберётся, например, 4000 лайков, то завтра я могу тоже устроить марафон. Конкретно по данной игрушке. И мы с вами продолжим проходить дальше. И откроем уже, может быть, ещё что-нибудь интересное в данной игре. По крайней мере, пройдём и до конца. Точно, если мы будем почаще с вами устраивать марафоны. Так, господи, у меня код курсор немножко съехал. Я подумал, что у меня всё зависло. И сейчас я потеряю кучу деталей. На самом деле всё нормально. Готово ещё одно. Мейз дизайнер. Три дизайна для мейзов у нас появилось. Хотя, стоп. А почему три дизайна? Ещё есть, но ничего из этого нам не нужно использовать. Кроме лагбитера, разве что. Удача всем солдатам. Она не помешает, как-никак. Так, новый заказ у нас идёт на щиты. В основном враги ледяные, водяные и стандартные есть. Так, ладно, давайте посмотрим. Так, воздушный один враг есть. Давайте тогда воздушный, наверное, будем делать. Хотя бы одна из стихий должна быть нормальной. Так, кристаллы пока не тратим. Оставлю, наверное, на другое, на другие типы оружия. Но всё равно кристальное оружие надо будет создавать. Потому что здесь без него никак. Как мне кажется. Так, что у нас есть? Схема какая-нибудь у нас на копье. Да, есть. Слушайте, хорошая схема. Реально, мы её и будем крафтить. Тогда это будет как раз-таки кристальное копье у нас. Так, раскочегарим немного. И пойдём заберём золотой щит. Как-никак, он сейчас уже должен быть готов у нас. И нужно будет его быстренько реализовывать. Так, давайте сливаем всё. Всё, сливаем, сливаем, сливаем. Главное не переборщить, правда, немного. Но вроде норм. Всё, должно быть слиться. Так, и щит я даже успею создать по-быстрому. До того, как переплавится кристальный там. Так что всё нормас у нас будет. Так, здесь закрасил, здесь закрасил, здесь закрасил. Всё, готов. Так, враг у нас будет. Ой, господи, ледяной, воздушный. Всех уже перебрал. Водяной, короче говоря, враг будет. Поэтому ставим сюда. Перфект готовый, щит реализован. Так, всё, отстань. Не показывай мне, как ты создал. Я знаю, что он 100%, потому что я в нём ни капли не накосячил. Так, давайте доделываем вот этот. И заказ заодно я надо ещё взять на булаву. Так, булава у нас идёт сюда. Булава такая. Так, булава, кстати говоря, на какой дизайн там была? Лагбитр. Да, лагбитр. Это у нас то, подождите, какое? Это из копера? Серьёзно? Блин, только ради удачи, если создавать такое. Плюс 5 ко всем. Ну, копер так-то вообще отстойная тема. Самая... Вот если в начале выпало, то да. Не знаю, стоит ли мне создавать такую булаву из копера-то. Так, ладно, у нас мейс. Ну, ладно, давайте одну сделаю. Будем надеяться, что это реально хорошо сработает. Ну, из копера делать, блин. Это такое. Так, если мы этот замес проиграем, то это всё из-за этой булавы. Потому что по-другому быть и не может. Уже, как мне кажется. Так, всё, сейчас создавать их будем. Так, и готов ещё один эпик, только из-за меди, к сожалению. Поэтому я надеюсь, что удача для других затащит хорошо. Ну, хотя бы ради этого стоило создать, да. Чимин хотя бы выполнил. Так, и доделываем тогда остальные пушки у нас. Все заказы подошли как раз-таки. Поэтому поехали. Всё, больше новых ребят не подойдёт. Поэтому можно спокойно создавать себе новое орудие. Ну всё, последнее оружие у нас готово. И давайте-ка в бой отправляться. Посмотрим. Надеюсь, что моё оружие вытащит в этот раз. Стихии, правда, у меня не так много, чтобы всё хорошо с ней было. Но думаю, что должно хватить, чтобы победить врагов в этот раз на этом заходе. Поэтому погнали, ребята! Валите их всех! Там, кстати, самые имбовые, это у меня копья получились. А потому что у меня есть копьё, вот это, которое водяное у одного чувака. В нём собираются вообще все возможные стихии, по идее. И достаточно-таки в неплохих цифрах, скажем так, мощности. Поэтому это копьё будет прям хорошо тащить до, по крайней мере, конца этого уровня. Точно должно дойти. Так, здоровье пока у всех хорошее. Врагов мы уже большую часть разложили. Но это ещё далеко до того, чтобы дойти до самого финала. Поэтому надеюсь, что всё же оружие продержится у нас. Так, здесь пока всех выносят на воздух. У меня тоже неплохие эти заклинания. Усилители стоят. Так, этого сразу кидаем в два снаряда. Всё же здесь бессмысленно тянуть как-либо. Потому что огненных врагов здесь нет. Так что можно фигачить сразу же. Так, обычный стандартный враг. Но на обычного стандартного врага никаких бустов нет. Просто обычная мощь у нас как-никак. Кстати говоря, медное оружие ещё до сих пор держится на удивление. Я думал, что оно будет прям вообще хреновым. Меня им не вообще еле-еле вытащит. Но на деле даже до сих пор они с ним идут, с этим медным оружием. И оно ещё не развалилось. А это уже последний враг, смотрите-ка. Не, конечно, сейчас будут выстрелы. И по-любому потеряется это оружие. Так как до конца оно всё же не дотянет на одной меди. Но в любом случае получилось очень даже неплохо, как мне кажется. Так, всё, последний враг. Кидаем хилку, кидаем фаербол, может быть. Ну ладно, всё, просто брошу. Так, два камушка чуть не оставил. Так, и здесь ещё всё дособрали. И ещё один дизайн подъехал. Так, короче говоря, врагов мы неплохо фигачили. Нам ачивку ещё одну дали. Так, Тесла Таур. Вау, первый враг появился электрический у нас. У меня до этого ни одного врага не было электрического. А здесь будет электрический. Так, новый подъехал как раз-таки. Опа, на молнию как раз мне сейчас она нужна будет. Это круто. И, ребята, не забудьте поддержать данный ролик лайком. Более тысячи лайков набирается. Будет прям хорошо. Но чем больше лайков и наберёте, тем больше у нас марафонов будет в будущем проходить. Поэтому лайк обязательно поставь. Если три тысячи лайков набирается, то будет прям зашибись. Поэтому лайк обязательно поставь. Порадуешь меня и увеличишь количество марафонов в будущем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...